Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Далее, мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей на четыре года раньше, а для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям. В этой связи предлагают для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу, право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста. Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. А также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с приятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета. А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза. С 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года. И установить период такой выплаты в один год. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсии и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Предлагаю на 3 года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42. Считаю принципиальным сохранить на переходный период до завершения преобразования в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу. Продолжение следует...